Все, картины запаковала, бумажечки, подставочки, присосочки, все, запаковала, уже отнесла, скотчем заклеила, подписала, все, сейчас пойду на почту, сейчас пришло сообщение, сейчас опять захожу в свой магазин, опять там такая информация, я в шоке, короче, сейчас будем обязательно писать сегодня, будем писать, разбираться, что там происходит, потом приходит сегодня опять сообщение, другое уже, от моей, я еще композитор, я художник, вот сейчас я про магазин рассказывала, а также я композитор, но я сейчас зашла, пойду посмотрю, что там произошло, Гема, Гема это вот немецкая организация по авторским правам, по защите, вот по музыке, по всему, сейчас пойду посмотрю, что там они мне написали, сейчас посмотрю, сейчас вам скажу, так, заходим, заходим, сейчас я туда зайду, там тоже сейчас такая система, так заходить, как будто заходим куда-то, я даже не знаю куда, как будто там такое что-то происходит, так пин-код надо вспомнить сейчас так все сложно стало там по два раза нажимай туда не зайдешь вот пин-код неправильный сейчас по-другому напишу все в голове все наизусть все храним в голове да пишется все зашла туда нет ты туда не зайдешь ты сначала иди подтверди что это ты была но это правильно я считаю что это правильно что они так делают потому что тоже сейчас столько мошенников стало вы заметили наверное да мне вот каждый день звонят каждый день уже раньше было написано span там сразу не подходишь к телефону это это где написано span у меня вот должен электрик был прийти так сейчас я туда зайду что не от меня хотят а чё куда идти-то а вот тоже история про электрика была это тут это был прикол я с июля не могла не мог ко мне электрик прийти он мне звонит как я не могу что такое а нажмите так нажала что дальше делать сейчас я посмотрю сейчас я вам про электрика расскажу так вот он мне оказывается звонил а у меня написано spam 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 и вот он мне каждый раз звонит но я ж не буду подходить если spam написано ну вот потом я а потом я смотрю что-то дальше углубилась или я ему позвонила и смотрю похож номер это саре не spam я ему звоню а там такой берлина она электрика они там ноги не такие уж умные ли чё я ему звоню я говорю он ведь вы почему к телефону не подходите а я говорю а вы мне что звонили он ведь я вам каждый день звоню и все потом я думаю да не звонили вы мне много да я вам звоню ик 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 икап ангаруфа но это берлинский диалек ну давай мы тут 1 1 1 я ему 1 мне второе короче ну по-берлински тут ну давай я бы подождите ну-ка давайте звоните мне еще раз вы давайте мне звонить он говорит давайте я вам позвоню мне звонит написано спам я ему говорю вы представляете грибы мне звоните а там написано спем а он мне а он задумался greta а зачем вы меня как спам отметили да я говорю вас как храм не отмечала я говорю это мой телефон так показывает а он опять задумался так и говорит вот не надо было меня спемом отмечать у себя в телефоне я в да не отмечала я вас ну короче долго я и ну ладно я говорю ну что когда термин будет, там все договорились, но я так и не могла ему объяснить, что я его спэмом не отмечала, но у меня было написано спэм. Так что народ, тоже очень важная информация, что написано спэм, но часто это вот эти, кто к вам придет там домой, там отремонтировать что-нибудь там, ну, или электрик, или там газ, или что, у них их телефоны отмечаются как спэмом. Это для меня было тоже что-то, какая-то новинка. Если бы я с ним три месяца не созванивалась, я бы об этом не знала. А та каждый день спэм звонит, там что-то кто-то хочет, что-то я сразу потом трубку бросаю. Короче, так, куда я зашла? Я тут про электрика, что-то гема мне написала важное. А, вот. Бита, лезен, вихтига нахрен. Так, идем сюда, что там. Они часто такую, знаете, делают трагедию, пишут, вот, читайте, очень важная информация, заходишь, а там просто какая-то информация, которая вообще ко мне отношений не имеет. Что это такое? И пишут тоже, пишут, вот, мы сейчас, прямо сейчас у вас жизнь изменится, сейчас у вас там будет... И ничего не происходит, только базары одни, одни базары. Вот каждый год приходишь, это композиторство, это... концерты тоже я давала. Почему на концерты больше не хожу? Потому что это какой-то кошмар с этими концертами. За концерты в интернете они не платят. Когда идешь на концерты, даешь так концерты, это тоже там... Там другие истории с этими концертами. Там нужно идти, например, если в концерты в барах, то не просто ты так концертам дашь, потому что если ты находишься в геме, вот как я, как композитор, то не каждый бар хочет с тобой иметь дело, потому что ему нужно будет платить геме, ему нужно, мне нужно там документ оформить. Это делается в баре. Я пишу, какие я песни сыграла. Тоже такая вот бюрократия. Потом этот бар платит деньги, а еще неизвестно придут люди или нет. Потом он думает, выгодно ему было или нет. Он вот столько напитков продал, а я там пела, люди не пришли или пришли мало. Короче, это кошмар. Я потом перестала на эти концерты ходить. Думаю, нафиг надо, я лучше в интернете сыграю. За интернетные концерты ничего никто не платит. Ни Ютуб, ни Гема, ничего никто. Зато пишут письма. Все! Сейчас у вас жизнь изменится. Вот как сейчас. Читаете. Очень важное. Красными буквами важная информация. Заходишь, читаю. Говорит, там какое-то у них будет собрание, что вот если хотите, придите туда. А мне это надо? Туда прийти и что, послушать, что мне там сказку расскажут, что там жизнь у меня изменится? Нет, спасибо. Ничего я не поняла. Вот как зашла, зато заходила полчаса. Наберите пин-код сюда, наберите сюда. Такая проверка идет, как будто там что-то действительно, что-то сейчас произойдет. Ничего там не происходит. Каждый раз одно и то же. И вот каждая платформа делает из себя такие, знаете, что-то... А, ну что-то говорят, сейчас деньги какие-то я получила. Сейчас будет прикол. Сейчас нажимаем. Сейчас. Скачаем. Сейчас скажу. Два цента или три цента будет. Сейчас посмотрим. Это вот за прослушивание в интернете. Что это написано? Куда оно скачалось? Сейчас вот посмотрим. Сейчас при вас посмотрим, что платит музыкантам. Ну, давай, скачивайся. Так. Интенсу. Сейчас я зайду сюда. Вот у меня все тут по папочкам ровненько разложено. Но я не буду показывать мои секреты всему свету, да? Я вот так сейчас... Так, 24-й год. Сейчас подпишу, напишу гемо. Да там даже скачивать не надо. Там одно расстройство. Зато такой театр, да? Как будто тут что-то произойдет. Ничего не произойдет. Все только один гон, одни какие-то обещания. Какое-то, я не знаю, кому что там платят. Ну, и что тут? Что это написано? Ну, чуть-чуть больше одного цента. Больше даже одного евро. А, даже больше двух евро. Что тут? Что тут? Написано, что в Ирландии. А, вот написано, что в Ирландии. Кто-то там играл мою музыку. Ничего себе. Вот это что-то новенькое. У меня в Ирландии слушателей не было. Так, заходим. Ничего себе. Это что такое? В Ирландии моя песня. Композиция инструментальная. А сейчас я вам покажу. Видите, это гемо. Вот это гемо. И вот написано Ирландия. И вот представьте, что тут написано. Ансальмейнга. Это значит, сколько было. И вот, смотрите, 28 тысяч или что? Или что это было? И вот мне заплачено. Это что такое? Это написано, что это Ансальмейнга. Это вот 28 тысяч раз была сыграна моя композиция в Ирландии. И мне заплатили 78 цента. За 28 тысяч раз. Это что такое? Это, короче, это вообще стриминг. Стриминг, вот как может 28 тысяч раз сыграть? И вот она, и вот эта композиция, она идет вот тут 7 тысяч раз. 7 тысяч, тут 2 тысячи. 4 тысячи раз. Вот я композитор. Вот написано во Франции тоже та же самая история. А вот во Франции играла. 4405. Ансальмейнга. Это что значит? Надо туда писать, разбираться, что это значит Ансальмейнга. Для меня Мейнга это сколько раз? Нет? Или что? Вот так вот. Народ, вот представляете? И вот так вот, вот так обходится с музыкантами. И мне кажется, это по всему миру. Вот даже если это вот 28 тысяч сыграна композиция. И почему заплачено 78 центов? Это одного евро нет. За 28 тысяч просмотров. Это что такое? Ну, мне радостно, что, смотрите, у меня тут Испания стоит, Германия, Италия, Англия, Голландия, Франция. Моя музыка слушается, мой сибирский блюз слушается в этих странах. Это прелесть, это радость. Ну, а деньги куда делают? Куда их? Ну, что-то кто-то гребет в свой карман.